Городские электровелосипеды бывают либо прогулочными, либо вот примерно такими. Думаю, не ошибусь, если скажу, что примерно так выглядит рабочая электролошадка стандартного курьера из доставки еды или продуктов. Но не буду развешивать ярлыки, а лучше расскажу, как ездит и как ездится на Hyperengine NOVD5. С вами XBD.com, поехали! У меня велосипед уже собран, но приехал он совсем не таким. Нужно было прикрутить переднее колесо, переднее крыло, корзину, руль, фонарь и педали. И это не так уж сложно, но брошюрка под названием «Руководство пользователя» совсем в этом не помогала. Она рассказывает про все модели сразу, но детали сборки не раскрывают. Такой подход к инструкциям я не одобряю. Но очень мило, что на педалях и штунах есть наклейки левая и правая, и они даже подсказывают, в какую сторону вкручивать. Велосипед среднего размера, колеса 20-дюймовые, и производитель рекомендует придерживаться роста от 160 до 185 сантиметров. Я этот совет проигнорировал до роста 190 сантиметров, но мне комфортно. Тем более, что педали крутить на нем совсем не обязательно. Потому что ехать можно исключительно на электрической тяге, вообще не помогая ногами. Для этого достаточно просто повернуть ручку на руле, а ноги поставить вот сюда на подставку. Я, повторюсь, выше нормативного роста, но у меня колени в подбородок не упираются. Но можно и покрутить педали, тогда велосипед будет помогать в разной степени в зависимости от режима – эко, мид или хард. И последний нужен только при движении в горку, потому что на ровной поверхности ноги просто не будут поспевать за педалями. Дело в том, что скорость, точнее передача у велосипеда ровно одна – спереди и сзади по одной звездочке. Можно вообще отключить помощь и не использовать мотор, но так ездить совершенно некомфортно, потому что велосипед очень тяжелый – почти 40 килограмм. Поэтому советую не доводить до полного разряда батареи. Мотор у велосипеда редукторный, находится в заднем колесе, мощность у него 500 ватт. И это автоматически делает велосипед мопедом, а меня – криминальным элементом. Потому что формально на мопеде можно ездить только в мотошлеме, и ни в коем случае нельзя заезжать на тротуары. Но эти правила, конечно, никто на самом деле сейчас не соблюдает, но я бы не исключал возможность каких-то показательных порок. Максимальная заявленная скорость – 42 километра в час. Но 100-килограммового меня велосипед разгонял на асфальте на ровной поверхности до 30, иногда 33 километров в час. Дальность езды очень сильно зависит от того, помогает ли велосипедист мотору педалями. На чистом электричестве на ровной поверхности без особых подъемов я проезжаю на этом велосипеде примерно 20-22 километра. А если помогать ногами, можно устать, но продлить дистанцию до обещанных 40 или хотя бы 30 километров. Теперь про оснащение. Спереди есть корзина, она закрывается сверху, сзади сиденье для второго пассажира. Вот только подножек у него нет, и мне все еще кажется, что сидеть здесь должен термокорб с горячими чебуреками. Спереди сзади по катафоту, спереди еще есть фара, довольно яркая, но она с козырьком, поэтому пешеходов поблизости не ослепляет. А сзади есть мощная двусторонняя подставка. Тормоза на обоих колесах барабанные, передние не обеспечивают полную блокировку, это в некотором смысле хорошо, потому что на таком велосипеде не перевернешься. Если зажать оба сразу, то останавливаешься очень быстро, но заднее колесо блокируется и может немного занести. Протектор у покрышек не глубокий, на грязи они пасуют, так что территория этого велосипеда – это город. На асфальте он держится надежно и не срывается даже на резких поворотах. К велосипеду прилагается две пары ключей. Первые покрупнее вставляются в аккумулятор, включают в велосипед его бортовой компьютер, и без них мотор работать не будет. Их нужно во время езды держать вставленными. Вторые ключи нужны для разблокировки заднего колеса, и их можно и нужно сразу вытащить и прикрыть скважину крышкой. Аккумулятор вытаскивается, опять-таки, с помощью ключа и заряжается отдельно от велосипеда. У зарядного устройства активное охлаждение, поэтому оно заметно шумит, а на полную зарядку нужно примерно 7 часов. Защита у велосипеда уровня IPX4, и в сильный дождь или зимой ездить на нём не стоит. Но можно обратиться к тем, кто занимается герметизацией. Обычно такие мастерские специализируются на самокатах, но могут взяться из-за электровелосипеда. Что в итоге? Велосипед очень тяжёлый, и для меня это главный минус, но в принципе его не обязательно каждый раз поднимать в квартиру, потому что аккумулятор вытаскивается, а заднее колесо блокируется. Тайность езды на одном моторе не очень большая, но для города и пригорода, наверное, приемлема, а если помогать с педалями, то она заметно увеличивается. Мощности мотора достаточно для езды на скорости 30 км в час, разгоняется он динамично, велосипед хорошо держится на дороге, есть всё необходимое оснащение, фары, катафоты, корзина спереди, сиденье для второго пассажира или короба, а стоит такой велосипед сейчас 60 тысяч рублей. А с вами был XBD.com, спасибо, что посмотрели это видео, пишите комментарии, ставьте лайки, пока! Субтитры сделал DimaTorzok